итак всем привет как слышно как видно чатик отпишите всем здорово долго мы тянули поводов было полно но времени от этого как-то только меньше стало но сегодня мы все-таки собрались и с нами касс игрок сборной украины а которые о матчах который мы сегодня поговорим by сергей и зерт и блай привет еще раз ребят начнем с nation war конечно же так как у нас здесь два представителя героической сборной украины которая вчера в тяжелейшем противостоянии все-таки одолела своего соперника ребята скажите как это было киеве эмоции прежде всего так говорят что касса не слышно так касс говорит что шляп купил на распродаже цыганской но она ему очень идет вот сейчас должно пойти просто зрителей мало понимаешь не распиаренный стрим поэтому это уже какой выпуск 4 и до сих пор есть технические проблемы представляешь я связываю это с твоим присутствием потому что как ты появляешься какие-то проблемы возникают так ребят сейчас слышно должно быть слышно здесь якорь вот оно что а я думаю куда не придут там все плохо а теперь всех остальных немного погромче отлично сама критика сделал на полную всех остальных и вот теперь газ рассказывай теперь тебя не слышно теперь не выжить но это я думаю я думаю это нормально никто не против города по моему фишка когда большие группы такое бывает трудно исправить я именно из-за этих проблем с алексом коментил в скайпе что дискорде бывало такое то уровень громкости больше меньше то кто-то пропадает иногда по ходу именно система вот аудио не идеально на skype гонят да и не говорим возможно мы перейдем на skype но пока нас здесь устраивать то что меня не слышно это фигня погнали тебя слышно просто иногда пропадаешь и бывает кое-что из начинаешь что-то говорить а потом ты пропадешь на секунд десять и потом мы угадываем что-то говорил не ну как бы все очевидно поэтому просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла все у нас время ограничено все занятые уже пол десятого вот время заканчиваем обычно сейчас мы только начали касс рассказывай что как она продолжает вчера все прошло отвечай на любой вопрос ну я бы не сильно много хотел говорить о нашим матча потому что мне кажется матч где мы победили и нужно его забыть побыстрее потому что он явно прошел не лучшим образом для нас мы сыграли не очень хорошо и здорово что прошли но как-то сильно на нем зацикливаться его обсуждать его анализировать не очень бы то и хотелось потому что ну вроде как было очевидно что сборная гонконга она явно в роли аутсайдера это что были такие близкие игры это только потому что мы плохо играли так что нужно пропустить этот момент и уже готовиться к следующему этапу который будет явно посложнее уже команды будут не будет не будет для гонконг там уже такие как китай тебе придется их обыгрывать и вот нас есть еще время хорошо что мы первые играли это плохо если бы мы проиграли первые потом бы весь этот турнир смотрели как бы уже в роли таких проигравших лозеров и теперь у нас есть больше времени подготовиться отдохнуть и свежачком следующий раунд заскочить просто не хочешь поговорить про этот матч то можно поговорить про предыдущий где странные проблемы в мешали говорил по сути реально день был не наш и его нужно понять и простить и забыть какие доказ я думаю что следующий матч намного больше покажет о сборной украине все-таки нервы несобранность вот пинка все это я думаю к матчу к матчу все будет только лучше для нас мы больше привыкаем и больше уже кунаемся во все это будем уже лучше игры показывать как я так и саша таки файл рейзер каких каких соперников какой соперник ну вы хотели бы получить каких соперников вы хотели бы себе получить дальше в группу с кем вот будет ну так комфортненько ощущение ты хоть немного отвечай прикол в том что судя по тому как мы отыграли здесь то я думаю это дело не в том как кого бы мы хотели получить а что все хотели бы получить нас и на самом деле так как мы налажали ужасно и не выиграли китай и еле выиграли гонконг хотя реально при нормальных раскладах все могло бы быть совсем нет то теперь у нас будет группе две команды первое место по 1 и одна команда топ-2 и две команды топ-1 это ну выбирайте кто там будет италия финляндия корея германия герой германия россия вот мексика канада это кстати кстати еще везет 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 реально если бразил тоже везет польша тоже сложно то есть реально там франция вот прям очень-очень сильных сборных это типа польша германия финляндия и корея это прям но все кто с первого места выходят из проходных наверное можно сказать мексику который вообще не проходной но если подумать то что джи спешил может толкина канада может легко убить мексика даже худший вариант для нас но точнее самый лучший если смотреть тут лучших таких самый лучший для нас это худший да тут придется все равно идти в роли аутсайдера и прыгать выше головы и показывать прям что-то очень специфическое а если еще попадется какая-то сильная группа типа группа смерть это не знаю какой-то финляндия корея атоме например и франция и выйди с этой группы будет зато один плюс в таком случае мы приходим и говорим парни сорянно у нас не получилось и раскатываем всех чисто на есть позитив что в таких играх можно больше расслабиться и уже прям не нервничать и не волноваться за результат когда ты играешь в гонконг если проиграешь что над провал а если будешь играть какую-то германии ты будешь понимать что если проиграешь что это не провал не было с гонконгом 33 я взял шарики в кулак и сделал 12 пол это тоже надо наверное стиль такой у кого какие основные билд ордера кто чувствует уверенность в своей игре вот именно таким образом против слабых игроков я кстати как грим рипер как бы ты посмотришь а он на каком-то турнире будет фотонит такой боже мой как он так самая слабая стратегия в мире как бы стратегии которая ни у кого не работает он ее играет сколько же отваги у этого человека сколько потенциал сколько смелости что он именно эту стратегию выбрал чтобы играть на важном матче а на самом деле он же просто тысячу из тысячи игр играет эту стратегию поэтому тут кому как тебе 12 пол норм как бы играть на таких важных играх потому что это как бы наверное то что ты чаще играешь какому-то бы снюту как бы сказать что он на самом важном матче там при счете 33 должен играть 12 пол он наверно там бы сыграл на этой карте он бы сыграл ну да но я к тому что он бы по-другому себя чувствовал как не так не как рыба воде очень страшно если честно как вы решали кто выйдет на последний матч еще раз как вы решали кто выйдет на последний матч при счете 33 но я да я думаю что дуплай просто как сильнее солиднее игроки он больше уверенности в себе ощущал хеллрайзер был просто не его день и тут наверное ему собраться было бы очень сложно поэтому просто саша сказал что он готов и он пойдет и против не не был потому что ну я проиграл свою игру против google джея причем проиграл играет поэтому не чувствую и у меня нету сейчас вот каких-то вот таких был дардеров которым я бы знал сто процентов что могу выиграть если было бы что-то вот против какого-то игрока то я бы говорил что вот я знаю что если я вот это сделаю я в игры этому давайте я пойду но когда нет такого ощущения ты выходит игрок наверное который сейчас самый стабильный самый оптимальной форме пока что у нас это было 1 или или кого или кого капитан выберет а когда капитан злой то выбора нету как как интервью на этих на в сф да кто кто пойдет кто обыграет кто затащит я я я и я там же мнение что у нас давайте national wars да опустим давайте да ладно там еще там еще сборная россии давайте грандиозные феноменальные победы сборной россии над ирландии что можете с таким разгромным счетом вы в шоке были что ну счет 4-0 никто не ожидал игроки победили по карте меня я комментировал с алексами мы просто как бы ну не верили своим глазам что живем в эпоху где мы это можем наблюдать впервые за четыре года или сколько там за 4 время существования турнира россия обыгрывать не просто 4 это это очень важно ну очевидно что сборные произошли серьезные изменения до серьезный подход собралась самая сильная сборная поэтому смогла показать достойный результат мне на самом деле если вот быть прям честным очень жаль что россия сыграла с ирландии первый матч то что было два месяца до national wars а после регистрации все уже какие-то себе картины свои вырасывали а тут как бы ну это даже не оппонент это прям как будто ты вот мастер лиги а тебе дали оппонентов золото ты их обыграл и царь общественность должна как бы выносить как бы свой анализ или что-то комментировать здесь по моему нечего комментировать поэтому мне жаль что этот матч был потому что теперь как бы улов некоторыми игроками некоторым личностям есть за что зацепиться в плане оправдания или в плане как бы вот своих достижений в этом турнире к сну то есть ты что я очень много людей не до конца понимает starcraft так как он есть силы игроков и все такое и они не сильно переоценивают эту победу сборная россии над сборной ирландии которые ну там игроки реально инактивничают они не играют то что они попали на турнир это уже или счастье или какое-то просто или счастье да мне кажется что там просто какой-то один игрок хотел играть и он попросил двух других зарегистрироваться там даже не знаю как они грандмастер аккаунты может они просто там же есть игроки которые раньше были активные типа а бомба который точно сезонов 10 назад был грандмастер и до 14 году где-нибудь там да да поэтому мне жаль что очень много людей не понимает то что он не было еще поединка сборной россии что им еще предстоит сыграть хотя бы против игроков которые но если не регулярно то хоть немного тренируется я понимаю мы все помним что ты победил сам сборной россии помним скорбим наполнен а сколько там у акверона ммр скажите пожалуйста ну 6 26 300 смотря в какой день он и 6 400 брал он сильный игрок но он он мне кажется просто сильно сыграл тут есть момент что он обычно намного слабее я вот недавно вот до киева играл квалификацию акверона 2-0 выиграл на квалификации причем игр были такие довольно спокойные легкие потому что ну я играл просто надежно и спокойно его выиграл здесь же на этом матче он просто подготовился и было видно что выбрал хороший build order я там сам себя надумал сам все на обманывал и получилось что он просто круто сыграл и здорово солидно сыграл это удивило тут наверное он сыграл солидно потому что мы играли плохо недооценили да как матч против испании таки вот вчерашние матчи как-то они не внушают я если со стороны смотрел мне показалось что игроки просто как-то просто плохо играют но у меня сегодня писали что я ж на ногами играл наверно и понятное дело что мы можем лучше этот вопрос сможем или мы сыграть лучше в следующий раз но возвращаясь до кос на все возвращаясь к теме сборной россии все-таки нас мы ее обсуждали паша ты как считаешь насчет шансов россиян против шведов против поляков я вот думаю что там все но очень плохо я бы сказал 10 на 90 как-то так а ты что думаешь по поводу шансов наших ребят я думаю что у нас где-то есть точно 30 процентов просто если даже смотреть на цель минимума до минимум тот же самый скилл с отличной форме если прям подготовиться потому что я считаю что у него сила в его заваготовках он часто обузит например такие темы как там батарейки плюс архоны плюс перед роб призмы с одной точки на другой этой заготовки против зерга у него хорошие то есть тот же самый нам шар может быть просто не подготовлен к этому спокойно отлететь вот насчет братка у него тоже в принципе бывает очень хорошие заготовки если они как-то договорятся и заранее подготовит под определенного оппонента страту то мне кажется все шансы у нас есть но все равно все таки если смотреть на ммр туда наверное где-то не меньше там 30 лет процентов да и да там именно 2 к 2 к 1 ушам все страшного но все мы конечно понимаем что шансы резко увеличиваются если кто-то уступает место ваня вот он надо потому что у ваня шикарная завозе последнее время он демонстрирует то есть последние результаты против лейзера 20 на мелких всяких турнирах я тоже замечаю как он 2120 по 6 700 зергов разбирает так что с вами где-то 50 даже я бы наверно дал я бы не дал 50 я бы дал 40 потому что опять же не за не забывать что если игрок заменяется он заменяется до матча и другие об этом знают а ваня тех игроков кто да очень хорошо играет но если к нему подготовиться то у него есть свой определенный стиль очень очень узко специализированный да кстати ваня недавно выиграл план на минуточку московский где биф финале обыграл в том же в звз наверное поэтому он так его и нахваливает уби самый слабый звз я не имею права судить относительно его игр со мной просто я там гэмблил и такой результат вышел но вот именно если со стороны смотреть по крупным турнирам с европейцами у него отличные результаты на мой взгляд последнее время согласен мне кажется это за стиля его такого гиперагрессивного немного чизова у него могут быть ситуация где он может в один день показывать хорошие результаты в другой день кардинально наоборот поэтому просто очень сложно он еще очень молодой игрок и он когда видит результат от каких-то вот он играет макро макро треница треница потом сыграл чиз и он сработал и он чувствует отдачу от того что вот он зачизил и у него получилось и когда он чувствует отдачу у него выходит этот кайф который он получил он хочет его повторить еще раз и еще раз и еще и он начинает чистить постоянно потому что пытается как наркоман мне кажется что это не я так уже года три наверно не чувствую просто я чувствую отдачи да я уже не чувствую отдачу в принципе да и ваня если бы чего чисто вот старался тренироваться туда это одно а он у него вот период то есть он три месяца чизит потом там месяц играет макро и когда он играет макро он реально растет сейчас у него период чизовника у меня завтра с вами шоу матч что посоветуешь победить его делает делает танки и бункеры вообще конечно ней не играем и у швеции все это три зерга это жестко все планы сломал а у шведов же протасов нет да никаких меня там три зерга там очень очень сильно будет влиять то зачистить ли зон стар скиллов мне кажется вот так а там уже есть пары нет я просто образно там мне кажется что вот из них вот скиллу сможет если звезды сойдутся он сможет сделать сам троих положить или 4 тонкие это не так скажем его козырь в принципе над проект тоже не забывать все эти фонтонки да 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 не сейчас тонкие вообще не я ни разу не видел чтоб скиллу сможет не он он на тритоне и на диска имеет очень хорошие заготовочки с фатонками тот же самый ваня на лане например просто сухой зачем ты это сделал а вдруг сейчас да и учили русский для этого специальных вот если они законтрят нас этот разговор вспомним и тебе просто все будут когда в после матча вам интервью зонс тут будет говорить я смотрел вечерний аюр и нам сказали а я понял он говорил скиллов фатонки и я понял тритон все все понятно куда смотреть поэтому тут тут на самом деле это лексика интернациональная так что он сложит два и два фатонки все тем более понимают на этом язык ну как бы я же произношу фатон все достаточно уже а вдруг ты сказал батон тогда шведы сидят со словарями и такие так что это было на самом деле даже тоже браток best of 1 может взять и узан старая нам широко не может пока я наружу все могут у братка вряд ли получится выиграть несколько матчей подряд будет сложно скилл но один голос может и скиллов сможет так что да от них двоих будет очень многое зависит а мы что-то не обсудили главного героя какие у него шансы я уверен что он эйсом выйдет он шкар капитан его нужно будет когда он выйдет и сам капитан скиллов скиллов с решать выходит так что мнение вроде заменили несколько лос капитаны и поэтому там точно финальный матч и будет или брат так или скиллов мы это все обсуждали и сам скиллов говорил ну даже на форуме писал что он принял болевое решение и сделал капитаном тебя поздал пост принял это было бы больше какая-то вот драма мне кажется нас очень многие любят прям накручивать очень сильно если бы я дает был прям 4 500 игроком и так дальше ну на 5 игрок да он очень слабый игрок но больше 50 процентов нации на квалификациях имели таких игроков если ни одного то двух или трех но с этим нужно смириться на понятное дело что-то именно драма из-за того что есть очень хорошая альтернатива которая сейчас нет но если даже сейчас заменить вот ваню на медоеда что можно сказать что они в топ-4 легко попадут то вряд ли у них тоже будет меньше шансов чем в той же польши или в швеции а кстати в cvz это не шанс для пиндоеда на проявить себя что что это не шанс для медоеда проявить все-таки это ну зеркальный такой довольно рандомный матч-ап где что-то может какие-то чизай для медоеда я не думаю что он позиционирует себя прям так мог как молодой продюсерктивный игрок который хочет в будущем стать про геймером мне кажется он больше как поэтому он уже по геймер уже уже не знали игрок из пример если так подумать то если помните то натаниас выступал за америку и мы играли против америке я играл против натаниаса и все было очень весело это было прикольно весело там батлы пытались меня там телепортом убить спайр и так далее ну трегаются известные личности которые у которых там свои распиаренные каналы и они могут попасть ну это же смысл этого турика если подумать то есть смысл этого турика собрать как можно больше аудитории окажется в этом турнире как раз такой формат чтобы выживала вызывал какие-то двоякие чувства и был для аудитории как вот многогранным что тут он будет всегда вызывать противоречия кто-то будет хотеть одно кто-то другое кто-то хочет посмотреть качественные мальчик кто-то интересных игроков да там осмотреть избиение некоторых игроков а есть те кто придут к примеру от канала медоеда и посмотреть как он играет ну то есть тоже такое и в принципе принципе были правила так получилось это было его права арминицией нет вся соль в том что почти все кто придут и они посмотрят игру с этой игры они не увидят как бы разницы в скилле и какого-то именно провала определенного игрока они просто видят игру даже если он проиграет всегда есть возможность его как-то оправдать и не понять почему негодовали остальные ну да но дело то что это не имеет значения по сути это не имеет значения то есть это есть формат и как бы не хотелось спорить с этим что это неправильно и так далее есть правило типа не подстраиваешься все другого не дано да это понятно мы уже это уже наверное 4 выпускаю тема nation вот снимается и каждый выпуск мудаки да ребята и это правило и это все говорили кабель я теперь ты тоже этот это да это да ну блин да от этого никуда не деть свои на самый такой как это называется поляризующий что ли мы поняли что ваня это мог бы еще бит скилл это еда и би слушает это все его наверно тоже обидненько он не что-то как-то было бы я бы хотела мне с вами мог попасть сборную легко если именно судить по нам сейчас хорошо надо медийку подключать потому что на мой взгляд заслужить медийку это тоже хорошая такая работа поэтому я к медоеду в этом плане очень даже хорошо отношусь я считаю что мне не стоит лезть так скажем в евровидение только про геймерское пока тоже не выйду на хороший уровень медики а мне если честно кажется что если все будет нормально если у нас на следующий год еще там будут какие-то nation wars то игроки вполне могут попробовать как-то как сказать консолидироваться скажем так провести какой-то турнир вот между собой все российские топы и в этом турнире решить что вот у нас сейчас там тройка сильнейших или четверка сильнейших тепла и и вот это именно четверка свои заявки и по нас ну вот в таком ключе потому что если сейчас подумать что там ведь довольно много у нас было 11 заявок и так или иначе все ну там не все но те кто не попал в сборную на себя какие-то голоса оттягивали да там условно говоря актур или или кто там еще кобра был заявки не дадим может быть может быть вот если бы у нас было меньше игроков то ну я имею ввиду именно в заявке да если бы мы точно знали что а вот мы хотим прям всем сообществом выставить прям оптимально оптимальную общество есть vcs вот кило вас поехал хорошие результаты показал и он уже как-то в сборной да да один из первых и сел тоже на vcs до показывать результаты и вас будут видеть будете за счет то зацепиться тому же как бы ну вот ваня что ему сказать как бы голосуйте за меня потому что хорошо играя откуда значит хорошо играет вот я на ладре хорошо играя откуда простому зрителю на ладр как бы посмотреть что тут 99 процентов зрителей что смотрят они в старкрафте играют ниже я еще не играю как это счет того чтобы предложить изменение формата просто в будущем да не я думаю что кстати им это не нужно да потому что там в некоторых странах тогда будет уж совсем по моему печально по игрокам алкил но пять игроков баде не со что-то многие страны вылетят не засчитаются игра да но но те которые будут будут более сбалансированы и что более сбалансированы думаю наоборот что будет например как сборной голландии три сильных игрока и еще двое им придется брать у россии будет пять сильных или там украины а у финляндии будет один седал и как бы это может не хватить ну да ну если там же если ну блин я не знаю потому что все таки не такие глубокие вот прям пулы игроков соответствующего уровня мне кажется то есть например если брать матчи нынешних топовых команд ну какую там нидерланды допустим да вот как сказал возьмем там там ю термал харстом ну да допустим еще и дальше там уже гораздо ну слабее и смотреть матчи в сервел против ну допустим сервел против условный агахом это такое мне кажется что он оно и не нужно не нужно прям так углубляться в именно пул игроков но если сборная типа франции типа германии которых будет пять сильных такие да конечно есть но финалы до финалы будут эпичные но до финалов там в основном будет но вот сборной три игрока и два игрока в качестве жигилиант не так плохо играет все сравнение ну да но когда подготовиться он тащит а когда не готовится тонко классический 6 качелек она даже слома играл на равно он прям хорошо играл термом тренинг сразу видно ну как говорил один корейский про геймер по его раса немножко ждем патчи ждем патчи минус 3 рейнджа это творы которые стреляют как марик тоже не ощущается мощи все-таки такой большой нет так дорого стоит а как то раз плюхнул и все а дальше ждем пока он будет уже против своих стрелять на что это за дело я вот даже не знаю начинать ли эту тему с этим начинать давай давай потому что это это самая соль это сара вечера мы все собрались здесь давай именно ради это я там читал твит этого dns а зачем вы проводили встречаться игроками если вы их не слушали и это правда когда мне одно предложение не взяли вот все как было все таки там это сейчас а да да я чё-то типа близок говорят итак ребята мы сейчас посидели и подумали как сделать вам больше завоза финал игроки что близок как сделал по типу балансе мы сказали именно это это шутка инома да и кстати сюда тирана мне кажется в патче вот прям очень 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 дали еще прямо пи то есть газ что-то скажешь извини что перебил сейчас касс быстро скажет ты думаешь что тизаны будут в топе в новом патче я думаю что больше 50 процентов изменений не введут поэтому это просто с пустого в порожнее то что будем обсуждать это ради забавы больше 50 введут и викинг на 150 хп это прям я приятная вещь в я согласен в том что введут больше 50 процентов изменений прописанных но они будут изменены я к тому что ну слово в слово то как сейчас есть почти все поменяют кое-что нужно прям откровенно отредактировать если не хотят чтобы это было адекватно и же инфе стороны это бред ты пробовал на тест баланс 2 кинутых инфе статера на него и дрей убивают почему да только не не забывай что дизы все так же убивают коконы шторма и все так же убивает коконы а их меньше подожди на их не забывай про то что касты у тебя все все еще бафнуты причем и я можно вовсе использует стерна уже сложишь очень мне лично ты вот это стало намного сложнее а новым патчем и давайте поговорим тогда вот аджесал супер турнаменте а близко не будущем давайте о чем-то реальным там зерки 0303 последний партинг партинг очень талантливый игрок поэт посмотрим как она все если все все таки зелам сделают нет посмотрим как но на самом деле от пвт все много говорят о пвт пвз что сейчас про цену почти невыигрываемые смотрю по матчам как там троп отлетает отруга я понимаю что все говорят что троп слабый игрок скажите тос а который сильный сейчас скорее там по моему все приводят только статс там единственный классик классе который мало тренется этого да но если завтра тот же статс 3 0 проиграет все скажут да у него просто был плохой день а кто не но рога он был 1g с а то есть человек взял gsl выиграл 40 без шанс а потом проиграл потом нет ну я все-таки скажу что я не знаю вот вам ребят наверное виднее но у меня уже очень долгое ощущение очень давно ощущение что gsl супер турнамент это все-таки для корейских про это вот как знаете есть там чемпионат россии по футболу есть кубок и вот в чемпионате типа надо тащить а в кубке ну блин иногда можно и ты очень и прав насчет этого очень и есть одно но не забывай что сейчас многие и все еще не не попали на близко и сейчас они тащат так то есть это сейчас для них топ-1 турнир визуально может быть незаметно но тогда смотри и как раз в этом я я писал про это в превьюшки в чем специфика для меня между там в матче того же рога старца и почему я думал что старт выиграть скорее всего потому что рог на gsl уже прошел и на gsl на близко он прошел он выиграл как бы задача сделала а старт ему надо было один матч вот во что бы то ни стало взять чтобы туда уже пройти точно и статус из тех кто если мотивация есть то результат тоже ну понятно дело что кто-то больше замотивирован кто-то меньше но если например взять этот турнир то каждый же игрок хочет выиграть или что-то заработать это как соревновательно ты же не просто так будешь играть на пофиг да это безусловно но вот просто я я не знаю почему у меня такое ощущение но всегда так было то есть даже мару например когда там брал свои gsl по 4 штуки он на супер турнире проигрывал довольно стабильный по моему даже не самым сильным кстати то как мару отлетает от зерга в последнее время очень многое наводит на мысли на близконе мы уже наш долгожданный матч-ап мару против сарала я на самом деле не очень-то и хочу уже увидеть я бы больше посмотрел на твт-финал да-да согласен если будет твт-финал это что-то вот фразу которую я уже не слышал пару лет какой финал твт ждем что-что-что-что да да ты правильно все услышал тебе не послушалась твт или твт твп но не твз точно я не ожидаю не в этот раз я думаю а вот после лет пара чего точно вообще будет сложно короче кто есть верно тебе кажется дойдет хотя бы у кого такие шансы в мару я что-то не верю но вот его и он может мару тивай мне мне кажется что если мару что-то придумает вот ну если ему немножечко там я не знаю как сейчас группы раскладываются если ему немножко поведет повезет с группой и потом он там достанет какой-то какую-то задумку очень хорошую куда-то куда-то ну вот если ему повезет относительно чуть-чуть повезет с группой и дальше он как-нибудь там получит более-менее удобную сетку я даже думаю что он может выиграть вопрос только тиранов к сетке то есть повезет как бы попасться на первого тоса или дальше и сильно стреляя случай кстати я думаю что у него должна быть вот какая-то такая темка ну что-то за счет чего он прям собирается тащить жестко там не знаю за счет чего он это все думали как бы что уже целый год думает что мару проигрывает свои матчи потому что он бережет билды на близко он это было прошлое 1 1 также а потом просто 3 0 от отлетает все таки а где билд ордеры а где а вдруг он раньше тоже проигрывал не потому что он берег билды или готовился к близко ну не про я не рано пока что рано рано говорить результаты будут когда будет в это финал вот тогда к нет вера на нимба вообще ни разу нет ну и есть же вещи типа я не знаю когда innovation выходит там на холм ставит 100 пикапа легион там играл погоди 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 против серого и прям достают какие-то прокси которые седал не видел вообще ну по-другому исполняем нормальной игре не выиграть уже какие-то нормальные нормальные я говорю что зачем зачем нормально чем вообще то есть ну если человек не может это принцип если человек не может дожить до мид гейма даже зачем че проблемы что я нидусы балансные нет а инфиа старый давайте поиграем игру найдем балансные не тузер все кроме нидуса или вот с этими с этим патчем последним большим и что если раньше было за ваза финал там и вот все эти шутки то сейчас это все более и более актуально момент том что они ничего не меняют они почему-то думают что у про геймеров появится что-то из загажника и они сейчас какой-то гениальный билд именно на нем покажут и что-то прям кардинально поменяется хотя мне кажется что кардинально поменяться ничего не может только если ситуативно какие-то факторы именно человеческие где кого-то будет плохой день и он там пропустит другого игрока чисто то есть если будет твт финал то это все плохой день у всех остальных понял окей все тема раскрыта когда когда ты в это финал и ты идешь и видишь радостного человека на улице сразу понятно какой раз и он играет кто-то танцует то есть таких людей не будет я понял да блин не сыпьте соль на рану мы мы уже по-моему привыкли вот тираны я уже привык что где-то вот в лучшем случае я смотрю турнир до полуфиналов если повезет то в полуфинале будет там хиромарин или рейна дальше типа окей я все понял время другой раз немножко не в расе дело но да окей опять у вас разговоры об одном кто им так давайте меняем меняем тему да 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 так обычно ваня жалуются не би молчит вообще он уже знает каких венитов строить он ваша раскусил этот баланс не вот если если прям немножечко так однозначно обозначить отношения к новым к новым этим вот предложенным изменениям допустим что вот прямо ко всем как они есть в текущем виде у вас какое отношение плюс-минус уже или ужас да у меня кошмар ужас мы не страшно слезы так это зерги сказали даже не пахнет это не баланс патч это какой-то хаос плач а слушай было я вот хотел спросить как определяется у blizzard как бы вот это вот компании людей у которых они спрашивают про баланс советует так скажем топ-16 в топ процессе топ pcs рейтинг и корея в том числе получает конечно не ну это пока что то есть они они же еще в виду дополнительные что-то уберу что-то введут но из того что есть мне кажется вот они очень многое хотят вести и и прям есть моменты которые вот вот как они сделали они бафнули терра на для того чтобы убивать про то забавнули гемп и сейчас только настолько настолько большой импакт против что если если раньше типа да это было им бой я делал 40 инвесторов против терра на здравствуйте признание я делаю 40 инвесторов против терра на и я не раньше раньше два микоза и два и у меня два микоза потому что два и мп входят то есть два года говорил что все нормально дело в руках а тут буквально неделю назад он давно признавался да не стримах было так не сир зерки были вот до этого бафа а у пи против терра на почему потому что лайт гейм было очень легко игра за счет того что я делаю маска стеров и у меня все хорошо а теперь делаем от кастеров я просто ничего не могу а сейчас терра на вообще на научились они просто с одной стороны эти нюки либо либо с гостами а с другой стороны 70 лимита био бегает марики просто да 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 просто бегают и убивают свои базы дропаются персик записал я с новыми виде ваками мне кажется это просто не ну вообще их догнать нереально будет то есть во первых без кд практически буст так еще и 413 скорость просто пассивная даже самая мута даже особо угоняться не будет насколько я знаю если по кд прожимать жалко что в этой игре не нужно убегать без конца тогда бы мы сейчас террорами потачки а почему как вы думаете почему комьюнити как-то положительно восприняла этот патч я вот почитал очень много каких-то положительных отзывов что блин положительно что-то пытаются да 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 это плюс меня бесит только меня бесит только одно что они не внедряют каких-то прямо инновационных вещей таких как новый юнит вот как была батарейка на мой взгляд это очень ну блин это физически сделать сложно то есть с точки зрения программирования игры и изменения ее как таковой то есть введение нового юнита это это слишком много работы это слишком много работы а так как старик не обновляется то есть legacy возводит это последний патч был поэтому ничего такого не будет они могут только сбалансировать изменить то что они пытаются сделать много изменений за раз в конце года это отлично это супер это молодцы они меняют игру в корне но тот же самый мазеркор туда-сюда как бы прыгал точнее ядро вот это и было нормально в принципе что так интересно было играть что так и мне кажется надо почаще делать какие-то вот смены даже в плане добавления юнитов либо каких-то новых спеллов как тоже делали свои новые сплы да это реально и мне кажется что если что-то новое будет весело именно в замесы другие я не хочу видеть одно и то же то есть кинут микоз дальше чтобы не ринге вкатились понятно все ггвп или там просто все заштормилась все сдохло хочется каких-то новых комбинаций как не знаю там варкрафте меняются например раньше никто не делал большие у андедов теперь happy вел это за счет патч и все абсолютно другая игра стала другие как пометы и все такое придется очень много неделю или две все балансировать следить за этим так это работа люди есть которыми работают поехали работают на эту тему но так будет зрелищные люди не будут мне кажется вот например поме когда стримит он уже просто не все он уже наперед видит весь сюжет ему настолько это отстарчит но забыл слога короче а то страница при лада вот и хочется именно абсолютно другие каких-то врывов замесов и так далее мне кажется даже вот игроки которые пытаются креативить и играть не стандартно они уже не выглядят такими интересными потому что уже спасибо уже вроде они не такие креативные уже повторяются много раз за что спасибо за камень в мой огород ты по-моему еще менее креативен чем я и люби это было еще один камень это была только первая камня да 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 ай снова нидус так это работает а давайте перейдем что если на самом деле все все игроки вот это все остальные зерги играют креативно облайн на самом деле стандартно играет что если зерги так и должны работать а какой-то грим репер такой я играю стандартно за протасов просто еще никто не понял мне туда да я предлагаю 3 барака репера играл год и после этого где-то месяца два ютерма кило жур играли 3 барака репера и нормально да да просто досмотреть например на мой взгляд даже думать особо не нужно разработчикам в том плане что большинство моделек уже созданы в той же самой компании просто для примера тот же самый левиафан сделать там в хайве уник моб в конце типа как мазеркор огромный делается так же ты хочешь чтобы указ это приступы но на хорошо большой батл кузер как он там называется у теранов самый главный точно так же можно сделать модельки уже готовы те же самые голиафа можно как-то я хочу модина ну вот один да например изи какие-то другие технологии берем трех торов и создаем трансформеры мега тор только его можно за неврали да лайка иммунитет не добавить новые пристройки тем же самым тераном которые как бы точку сбора куда заставляешь туда капсула летит есть техлабы есть реактора есть например телепортационная какая-нибудь там не знаю пристройка все и уже абсолютно другие страты другие меты да но у нас баланса не будет опять баланс придется пилить год ну просто надо больше работать это в зависимости от того как они вовлечены количество людей которые вовлечены в это дело да конечно тоже имеет значение в наших интересах не допустить big баланс тиме потому что у меня в голове слишком много этих идей и они какие-то они не у меня они у них есть просто они боятся вот как раз что не уследят и все посыпят и все посыпется да то есть ну мало людей чтобы отбалансить приходишь к ним и говоришь так слушать это не мои идеи это ваши вот вы вот это это и это хотите сделать просто нет нас на самом деле даже когда были ну относительно вот того что ты предлагаешь относительно мирные не такие радикальные правки типа летающих там танков медиваках это люди так порядочно было людей которые плевались же там типа чё за клоуна до теперь твт чуваки летают танки там тысяч все все дела здесь здесь вообще много всего разного капсулы левиафан и один мне кажется лучше вызывать эмоции чем стагнации когда лицо согласен камнем и смотрит на этот starcraft нужны нужны даже злые эмоции это нормально всегда сначала новое что-то в штыки воспринимается а уже затем появляются но такие игроки как там не знаю креативные как блайнер алблайда он как как-то подаст свежо новую вот эту вот вещь которую ведут игру и все уже у зрителей интерес появится гораздо больше чем пассивность вот это все короче баланс так и проехали да когда уже игроки пытаются вносить какой-то интерес этого же они очень круто тоже значит что близарда не справляются что неплохо работает раз ну чисто хотя бы раз мы было нужно сделать чтобы я вношу интерес всегда в свои игры стараюсь всегда вношу не скучно играть в starcraft просто так стандартный я стараюсь играть и разнообразно потому что мне это приятно и зрителям тоже но это был вообще замечательно но видишь не всегда получается ну да так проехали баланс касс пытается играть интересно делать каких-то battlecruiser а вот и на четвертой минуте ниду слепишь как бы давай ка интересно сделаю а чуть ну а твои проблемы что ты не можешь дожить ну то есть ну ну че проблемы тут вопрос погоди вопрос из чатика тебе кстати адресованный от all hail lulu он спрашивает может быть он пишет изарт можешь спросить у блая может быть как раз таки будет что-то новое к десятилетию starcraft 2 она же в следующем году может быть тот же дополнительный юнит каждой насе что ты думаешь понятие даже если по меня было понятие я бы не мог его сказать поэтому не малейшее понятие какой-то был он что-то будет понятно вот мог бы не сказать что я не знаю могу просто сказать что я не скажу так бы хоть и не знаю знать не могу и сказать не могу и вообще ничего не могу на nation wars еле вытащил вообще ничего не могу поэтому давай не будем все проехать увидишь что было не тащит и не досы сделают бесплатные почему вы нет я я бы как бы вообще не говорю на форумах сижу итак и так да что там так 2 рот поговорить starline все-таки starline да как не попался на стрэнджа как-то на самом деле стрэндж говорил что если делать сетку так как прошлый год то я должен с ними играть почему-то более было весело сетку я каждый год рандомлю но не каждый год во всяком случае два последних турнира я ее делаю но не по принципу 1b2 а по принципу 1 и дальше я рандомом определяю какая именно группа будет дать винить винить тебя я понял да вините конечно меня я уже сам здесь фактически закончил карьеру какая бы она у меня не была вот но касс трэндж есть все шансы сойтись финале может быть может быть это будет действительно лучшее завершение взял всех тосов мне кинул сетку это спасибо это это не я это рандом и так сетка starline давайте предикты свои предикты кто там поговорить первый матч кто там я на стриме не вижу на стриме уже закрыли первый матч и аверс против бассета амерс 3 битва скажешь что-то еще мне кажется я не могу не поддержать вас иначе он услышит это убьет меня поэтому скажу в обратную сторону что набрать выиграть 3-1 миша мне кажется что аверс выиграет 3-0 а как же нидус ну нидус ему в бухту не камень в огород бассета но может это его немножко под а значит потому что он последнее время какой-то спад словил и это видно и по игре и по его стримах как-то ему не идет и мне кажется как раз та полоса которая может затянуться но просто не высыпается он из лана клану ездил и словил прям очень жесткое ослабление организма вот тогда надеюсь что я буду не прав и будет по-другому а я даже не знаю если честно я многого очень ждал от бассета как раз в группе где он играл с кассом но там касс прям что-то на голову выше смотрелся поэтому я не знаю мне кажется что все-таки бассет выиграет вот мне кажется что бассет но думаю что будут близкие игры вот думаю 3-2 бассет я тоже думаю что бассет поборется но слишком сейчас хорошо играет аверс мне кажется 32 его пользу даже с учетом что бассет в церкву как-то если бассет подготовиться него шансы неплохие то что все-таки аверс очень прогнозируемый и очень такой удобный я против тренджа было и strange ты удерживаться ты не будешь нам прогноз давать ну ему мой прогноз 1 3 наверно ты карту даже себе взял да 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 я типа проксиудита сделаю нормально и она сработает так он слишком много тренинг так то мне кажется что где-то 3132 strange победит чисто потому что он играет колоссы а это имба пвз поэтому вот так и без сарказма то ну где-то 31 в пользу блая я же верю что поставлю в пользу блая просто потому что есть такой важный фактор как заранее заготовить как бы в мыслях что все я проиграю блая он чистит я его не понимаю но нахрен с ним играть как любит горит strange поэтому мне кажется без труда блай воспользуется этой темой как-то хитро его зачизит очередной раз мне кажется даже чизить не сильно нужно мне кажется было и посолиднее в целом то зачем тоже кто за чизить вообще еще играет наверное роль то что но у стрэндж психологически сам себя всегда в яму какую-то загоняет важно не то что стрэндж это от слова странно это понятно но дело в том что он очень много тренится меня билда интересны и за что сергей долг блин я поддерживал стрэнджа потому что все против стрэнджа я скажу я за стрэнджа а ну естественно что стрэндж ну тогда для давности ну в общем нет на самом деле мне кажется я плохо не очень хорошо знаю просто зерк тут тем более такое интересное противостояние лучшие игроки настоящий топ нашего региона мне кажется что стрэндж выиграет вот верю я в него почему-то хотя да как сказал касс он имеет свойство там немножко себя как сказать самобичевание да вот такое есть у него но я думаю что он покажет что-то интересное покажет хорошую игру и 32 стрэндж так опытом подсказывает что если была и говорит что я проиграю то значит он подготовиться и выиграет поэтому я бы поставил 31 плая по губам было понятно 31 в пользу чизов по моему там было окей чизы было не играть была играет макро хватит все . какой какие часы я его дезинформирую просто он послушает стрим такой там чизы будут ё-моё ни разу такого нет не боли контору окей next кто-то у нас касс ски лоус ну давай блай ты а ну хорошо касс про цимба поэтому ски лоус 32 выбора нет про цимба ну нужно же показать что типа руки прямые поэтому надо бил ну я на самом деле без понятия если опять же касс уже заранее настроен себя хранить в этом матчапе то наверное 31 в пользу ски лоса я а ты так же думаешь я хотел тебя напоследок оставить подвел итог все просто на самом деле я думаю что да хотел сказать что маски лоусами часто играю почти каждый день на ладере мы много попадаемся но если не 50 на 50 то 60 на 40 в пользу ски лоуса и он играет хорошо то ну очень сложно даже если я показываю свою лучшую игру я вижу что ну он все равно побеждает в итоге сценария где он играет хорошо то есть если мой максим против его максиму то он побеждает не знаю это из-за расы или не в определенный момент просто у меня на базе появляется 40 зилатов и я понимаю что я с ним не справлюсь и приходится писать гига 40 очень много это макро 40 гитов редко такое увидишь хотя страх и глаза велики может там их четыре они просто с чарджем не обращай внимания глазах так они как на они как на четыре дела бегут и такой как джонни кейдж мотал комбат сейчас завяжу хиро марина выигрывает очень много и в целом стиранами у него очень круто так что это наверное но сейчас матча а я вот опять поставлю на андердога якобы этого матча мне кажется что просто против всех ставить ну блин я так буду ребятам наверно же обидно когда все ставили на матч засирала против неонавта ты быткой сказал ну я наверное как бы тут поставлю на неонавта я бы сказал меня возьмет карту там или или как в этом варкрафте было делал отжал грунта у хэппи да там типа убьет ли выгода большой переманил и потом убил что-то что-то такое вот и нет мне кажется что 32 касс на опыте на опыте на опыте и бешеными краш и на на бешенность на бешеном просто на опыте и на бешеном вот на самом деле играл и зиппелом ну конечно зиппеды кассата разный игроки но то что теперь получше зиппер касса вот тогда просто троллинг был зиппера троллил что ему браток аккаунт качал он говорит что блин просил бы касса было мне 6 и 264 короче касса я в тебя верю я поставил бы на 30 в скинулся но если касс будет играть вот в этой шляпе то я думаю что 3 1 его пользу умею удивлять да хоть раз удивили ну да ну чё next кто там хелби хелби вот давайте 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 чего еще раз хелл это двина начнем с меня окей но я к сожалению вообще сейчас мало инфимия о том как хелл тренется но со слухов он там катает кастовки серого в чем я сильно сомневаюсь потому что вряд ли он будет выделять время на это как мне кажется вот и последним ладерным играм я бы не сказал что он сейчас в самой самой лучшей форме вот но в силу того что я такой крабик люблю очень на муви отдаться и все такое я наверное все таки в пользу хелла поставлю 32 то есть нам деньги на хала ставить ну да а то есть бюркеров ты делать не будешь нет вот я к сожалению пока что не научился если я не на байке травить чтобы мы все поставили на хала он сорвал огромный коэффициент поставил на себя и выиграл легко бесстыдник а на самом деле это не мига сами тяжело трениться обе со смурфу заходят и заходит под аккаунтом стирал и трениться с хелл вы не понимаете мне кажется что тут шансы в принципе на стороне хеллрейзера но хеллрейзер сейчас ловил какую-то тоже черную полосу он на ладере как-то сильно под сдал очень сильно причем я знаю что он тренируется это не то что он просто взял какой-то прерыв просто перегорает или где-то не получается что то поэтому если он будет продолжать именно вот в таком депрессивном моде на минус морали дальше трениться играть то я думаю что в био есть какие-то шансы но в целом солиднее выглядит именно хеллрейзер что пвз у него всегда был хороший он и на вцс сирала брал карты и выгра выглядел очень достойно поэтому тут никами в огород бишь то он слабо мне кажется что если хеллрейзер сыграет хорошо то он выиграет я бы поставил на счет 32 пользу хеллрейзера но я не удивлюсь если будет там 31 или 30 пользу би я скажу 31 я перевернула верно мир и скажу и 32 я считаю что хелл как и большинство игроков которые трениться процессом между сезонами начинают меньше тренироваться меньше играть и мотивации меньше ты ну то есть отдых как таковой отдых после бцс идет и он сейчас мне кажется под отдохну и трениться меньше и поэтому учитывая то сколько сейчас би играет би играет очень много я думаю что он сможет склепать достаточно инфестеров и все правильно даже без люркеров если там были если полный умел играть люркеров вот реально хорошо то я даже поставил на 3-1-3-0 кстати но именно я подожду патчете так скажу сегодня могу голова болит так два месяца но я думаю что купи хороший очень хороший шанс выиграть сейчас потому что ну то есть я сбина на турнирах играю очень часто наверное слишком часто у него слабый слабый слабенькая по сравнению с остальными матчатами я смотри я смотрел там ладер там 70 70 48 нет 40 там 39 40 вот так шатается не увидел 48 у нас есть здорово как он может стернами плохо играть пешка если касс добавить импэк батлам я левну если давай это можно играть поэтому я бы сказал да все-таки бит вот чего мне не хватало понял понял вообще конечно все зависит от времени когда будет матч сыгран если если бы они играли в сейчас то я бы поставил на бину 100 процентов 3 1 но сергей подскажи как с расписанием когда матчи будут потому что мне кажется чем дольше будет то матча тему больше будет шансов ухала но пока там 3 1 забит а по расписанию начнем переговоры в ближайшее время я немножко тут ушел в реал life на недельку но сейчас вернусь тем более все но nation вот надо там занят и тоже так говорила оттягивать оттягивать я так свое время ушел из варкрафта на а когда вернулся был уже starcraft да так так бывает но я контролирую себя пока что я с вами отлично следующая на на повестке дня я бы еще последок затронул тему трех планов которые были два в москве один питере ты можешь рассказать что-то про них может быть днем те что-то тут можешь выделить или как-то про организацию поговорить потому что ты был на всех на трех ланах в первую очередь хотелось бы отметить что вообще кайфово что сразу три лана и в один месяц это для starcraft а на мой взгляд огромный прорыв потому что лично я получил огромный вообще стимул тренить буквально full time прям вот не знаю вас смогут ли организаторы это поддерживать в течение следующих месяцев течение следующего года вот но отмечу что в принципе все прошло кайфово в том плане что комп и были хорошие призовые на мой взгляд для снг прям вот в самый раз мы этого пока и заслуживаем как я считаю по нашему скиллу вот ну а также хотелось бы отметить что новые игроки свежие пришли в нашу сцену такие как там мелки кого мастер васи и они прям вот на глазах растут и уже там 6 200 берут и хорошо раз но как бы крутых игроков обыгрывать например вот хотелось бы отметить на одном из ланов в москве когда арктура в уточнении от мастер васи обыграл арктура 20 то есть уже опять же произошла смена молодого состава пускай тур нифига не старый но все равно то есть меняются игроки вот сбилась на мой взгляд немножко после vcs а как правильно было и сказал они устают что ли мы мотивацию теряет но немножко сдал первое тела не в потере мотивации в том что ты очень сильно тренируешься к турниру и после этого то есть ты если там 10 часов в день в течение там двух-трих недель играешь тебе нужен отдых ну да экзостит короче получается вот так же ну хотелось бы увидеть братка на ланах потому что до конца не понимаю все таки какая у него форма то он прям вообще всех на лево и направо нагибает то какой то что ли себя веру теряет начинает проигрывать всем подряд вот не всем подряд мне кажется револьвера видел но хотелось бы это отметить как раз вот ну по организации все круто я безумно доволен вот я сейчас без конца тренируюсь к следующим лана потому что слышал слушок такой что в питере там будет еще следующий лан на 80000 и почему бы не поучаствовать кайфка 80000 это довольно неплохие деньги мне кажется что хорошая идея будет следующий такой лан провести в украине поговорить с гарнизаторами мне кажется хорошая идея следующий московский лан но кстати на 80000 уже можно и приехать с украину тому же холлера или благо меня звали уже вот на этот план очень тяжело попасть на мой взгляд вот больше тысяч это там ну ты можешь не купить а 80 если там ты попал в топ-4 получается я уже не покупается только поезда от 20 часов в одну сторону 20 в другую как-то не хочется еще и с этими проблемами с границами слишком много травм я типа я говорил на эту тему что если там призовой будет тысяч 150 тогда будет иметь смысл то длительное путешествие из и затратная дает а приехать а так пока российские ланы в россии я помню последний такой большой где снг я собиралась именно в россии это был по моему дрем хак москве но было очень здорово перед этим я еще помню был лан какой-то крутой блин это было прямо очень давно там еще брюс был с кем-то я играл сливкой или с виртузом был билайн билайн капдакар уже несколько в каком-то клубе в каком-то клубе турнира мини-клуба брюс по моему турнир был прикольный киса может быть может быть там был прикольный лан такой и там нормально разыгрывалось там что-то типа 400 баксов совесть за 8 место было то есть вообще очень круто но приближе на квтс такой да 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 челленджер сейчас там турниры с большими призовыми проходят по в ремастере до москве уже вот второй год подряд брусбрэйн там в том году было помню десять тысяч долларов в этом году пять тысяч так что круто да ну время сталь что свечемся в ремастере да играем пока поэтому все чем-либо обоих да посмотрим так у вас пошли китом плохие темы про доту мы заговорили лучше бы поговорили про то что радует редэпшн анонсировали на 1 пока я думаю что некоторые игроки если не закончат карьеру то до нового года проиграют а пока мы тренируемся я да да я думаю что как-то темы мы уже исчерпали наверное да можно конечно попробовать спросить может какие-то вопросы будут чатика если что-то интересное но по основной поверьте уже прошлись и дальше дам уже все одно обсудили поэтому потихоньку прощаемся желаем сборной россии удачи в предстоящих матчах будем согласились конечно же сборной украине пока еще непонятно с кем будет играть но матчи будут тяжелые поэтому ребята готовьтесь удаляемся да было бы прикольно на самом деле если бы попали в одну группу это было бы забавно особенно если попадем в одну группу с россией следующем этапе это было бы круто только если обе не выйдем будет прям очень но больше будет шансов что кто-то один хотя согласен там как-то можно знаешь договориться чтобы там один другому там проиграл там это вот но тут это чатик подключим напоследок потому что есть вопросик есть у вас время еще минут на там 510 ответить лулу на вопрос читаю а можно воспользоваться случаем разблайкас в конфе всех остальных уже спрашивал каковы их ожидания от будущего года и 2021 года в отношении starcraft боятся ли что закроют но видимо wcs видимо что прекратят без поддержку starcraft или нет вот такой вот вопрос от лулу я могу сказать наверняка что все ок учитывая то что они делают большой баланс патч и и их сотрудники работают над этим и они продолжают работать над старкрафтом пусть там не новое дополнение выпустили но работают причем усердно раз уж там двадцаток изменений хотят ввести значит все таки есть смысл для этого если не было в цс то наверно не было бы им смысла ничего балансить и не там постарались балансировать как старики первым максимально все а потом все по косе поэтому мне кажется логика в этом есть и все будет ок я вообще не волнуюсь случае чего я еще молодой перспективность фичность другую игру в доту уйдем в дота куришь вот там на легке тащить так что вообще не парюсь по этому поводу варкрафт не думаете ним немножко ностальгировать старая игра интерес да а мы все молодые поэтому нам и карты в руки так сказать так заканчиваем огромное спасибо что пришли нашли время в своих плотных графиках учитывая турниры постоянные сейчас какая-то прямо осень что и и локальные турниры и пцс и и сейчас начну ворс и эти вот от от зерга турнир да тоже с нациями тоже можно был поговорить но не успеваем не будем всем пока спасибо всем пока всем пока все на шляпу снять снимаю шляпу хорошо всем спасибо всем спасибо я тоже пошел и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»